Каталог это наша витрина, это наш магазин. Значит, вот представьте, вы стали владельцами магазина, да? Вы хозяйка, вы открываете свой магазин, свой бизнес. Вы бы хотели, чтобы в нём покупали? Хотели, да? Но вы, наверное, магазин как-то оформлять начинаете, чтобы выделиться. Рекламу там вести, например, да? Да, даёте какие-то акции. Так вот, каталог это тот же самый магазин. Для того, чтобы именно в нём покупали, нужно тоже немного потрудиться. И я сейчас предоставлю слово Наде. Она расскажет о том, как она оформляет свои каталоги. Потому что, помните, она говорила, что она принтер получила? Она получила принтер за то, что она сделала объём продаж на 650 баллов. 150 баллов это 5000 рублей по ценам каталога. 150 баллов это 5000 рублей по ценам каталога. 4000 дефицитерская цена. Акционов от спонсоров, да. Вот, поэтому она сейчас покажет, как она оформляет каталог. Так, один. Сегодня, да, вот. Обязательно подпишите, чей каталог, если вы не знаете клиента. Вот в данном случае чёрный каталог, поэтому маркером не очень видно, да? Я вот такую вот прицепочку сделала сверху. То есть Надежда и мой номер телефона. Я устраиваю для своих клиентов различные авторы. Да, и в данном случае у меня такая вот приклеена нацепка. Сделай заказ на сумму 500 рублей из этого каталога и получи гарантированный подарок. Своё имя, фамилия, имя и телефон. У меня акции проходят различные. Я, бывает, сделаю так. Сделай заказ на 1000 рублей, получи такую, там, допустим, скидку. Сделай заказ на 500 рублей, получи вот такую скидку. Потому что, когда строишь структуру, как здесь будет заказ завтра, Наталья, нужно делать 150 баллов. А я занималась уже репроцентом, продажами не особо занималась. И вот, что строила ещё вот такие различные акции. Обязательно прикалываю вот такую вот ещё листовочку для консультантов. Некрасиво, когда вы приходите к своим консультантам, к клиентам, а вы лицо компании, да? И когда записано различных обрывках, пишем, да? Не очень красиво. То ручки найти не можем, то листочка найти не можем, то на руке записано, то ещё где-нибудь записано. Вот такие очень классные нацепочки. А что здесь у меня? Ну, логотип Арифлейн, да? И прям пишу. Пишите, пожалуйста, коды понравивших вам продуктов для того, чтобы сделать заказ. И клиент уже пишет. Ему тоже надо некий крестков искать, где, чего, куда нацепить, да? Замечательный сайт. Запишите. www.oriforum.net Наталья уже сегодня вначале говорила про него. Там всё есть. Вот прям в поисковик введите на цепке, на каталог. Вот столько там. Всяк различных. И здесь вот такой вот ещё, да, у меня... Если вы хотите приобретать продукцию реклами бешевле, поставьте галочку. Да, как вы думаете, ставят? Конечно. Как вы думаете, куда их потом? Я их потом рекомендую. Я их потом рекомендую, да? Да? У них дисковских покупателей. Не всегда под руками пробники. Вообще у хорошего консультанта должны быть пробники всегда. Так, второй, да? Код набора пробников 96,006. Это такая сумочка, там 120 пробников. Нажимка больше, пожалуйста. Но есть вот такая фишка. В этом наборе, когда вы заказываете для новичков набор пробников, а для новичков в течение 21 дня он стоит 349 рублей, вам приходят такие блокеры. Это бумага, которая не имеет запаха. Абсолютно без запаха. Прямо вот отрываете один, да? Пишите название туалетной воды. Опускаете в пробник туалетной водой. Вот такие пакетики очень дешёвые. Они в наборе продаются по 100 штук. По-моему, покупала 5 или 7 рублей. Да? Да, складываете прямо в пакет из цеплера на лицо. Потому что не все туалетной воды ароматизированы, да? И может быть, вы шли по дороге, встретили знакомого, дали каталог, да? Потом в традиции заберёте. То она уже может протестировать этот аромат. Очень-очень удобно. То есть на какой... Где страничка не ароматизирована, да, и можете сделать. Да, вот следующий вот, допустим, у меня. Понятно, как, да? Увеличивается продажа по туалетным модам. У туалетной моды это очень классные баллы. Допустим, я знаю, что вот эту туалетную воду я заказывала, 35 баллов дает. Замечательно? Замечательно. Практически наравне с коктейлем. Помечайте, когда... Витамины, да. Помечайте, когда вот новинки какие-то различные. Можно вставлять... У меня в прошлый раз так каталог, на прошлом занятии показывала. Вставляла сюда, приклеивала... Как они называются? Стикеры. Приклеивала стикеры. У меня консультант заказала каталог, кстати, и, наверное, пользуется. Который в прошлый раз был оформленный, она мне его забрала. Вот. Различные стикеры, да? Вот где вот новинки, чтобы человек уже обратил внимание сразу. Знаете, любопытно будет, если будет такая закладочка вставлена, вот так вот, да? Да, правильно. Да, я делаю разноцветные. Можно... Они же яркие идут, красные, оранжевые, красные. Если закладка, сразу же человек посмотрит, а что там, да, и сразу же посмотрит, что здесь какая-то новинка. Вот таким образом тоже. Обязательно в конце тоже пишу. И когда каталог показываю, я всегда говорю. Маша, когда тебе лучше заказ принести, да, оформить заказ? Потому что вот я заказ буду размещать 15-го марта, а придет он 18-й. Тебе удобно? Маша говорит, не знаю, мне вообще никак не удобно. У меня будет там, допустим, зарплата 29-го марта, да? Тогда я говорю, классно, 29-го марта тоже буду размещать заказ и привезу тебе его 5-го апреля. Да, обязательно вот здесь, когда прописывают своих новичков, тоже пишут, чтобы они прописывали. Потому что дали каталог, может быть, еще не сказали, забыли сказать, но клиент уже дома посмотрит, и он обязательно обратит внимание. Когда вы придете, скажите, что здесь написано, даже если там не поймет, вот я пишу, да, оформить заказ и получить заказ. В принципе, у меня таких особых вопросов не было. Вот такие вот, вроде бы, на первый взгляд, простые вещи, но очень классные помощники. Теперь со старыми каталогами. Старые каталоги тоже не выбрасываются. Вот нас вот все, вот, допустим, нет. Я когда пришла, первый раз в компанию Наталья, я у нее, в общем, пол багажника загрузила в старых каталогах. Я их тоже не набрасывала, я тоже раньше использовала, чтобы просто продавать, когда пересела, а пересела их просто накапливать. И надеть, пересела. Да, и у меня реально был багажник вот этих каталогов. Опять же, в этом форуме различные нацепки поменять старый каталог на новый каталог. Если вы хотите получать новые каталоги, вы можете позвонить по такому-то номеру. И прямо вот иду домой, когда пешком, раздаю вот эти каталоги всем, кто встречается на пути. И у меня два теперь консультанта, которые пришли по старым каталогам. Они пришли на продукты, да, а затем уже я их зарегистрировала. Вот таким образом, благодаря, вроде бы, уже использованному старому каталогу, который, вроде бы, никому и не нужен. Ну, в принципе, у меня, наверное, все. Ну, это получилось.